Доброе утро, уважаемые телезрители! На календаре понедельник, 19 июня. Наши коллеги завершили свою часть выпуска, ну а мы продолжим делиться с вами интересной и любопытной информацией. В США состоялись испытания первого в мире летающего скейтборда или ховерборда. Его изобретатель, француз Фрэнки Сапота, сам продемонстрировал в воздухе несколько пируэтов. Сообщается, что доска способна достигать скорости 150 км в час, и для того, чтобы кататься на ней, необходим специальный костюм и защитный шлем. А что еще интересного происходит в мире, узнаем из новостей, как всегда, без политики. По роботу в каждый дом. Под таким девизом 50 компаний провели в Шанхае выставку электронных помощников. Последние разработки могут не только выполнять множество заданий, ориентироваться в пространстве и разговаривать. Теперь у них есть огромный плюс в виде приемлемой цены. Железного компаньона можно купить за 120 долларов или примерно за 40 тысяч тенге. Для фанатов аниме инженеры представили умные голограммы в виде героев японских мультфильмов. С этими существами все время нужно общаться и обучать их разным навыкам. Так электронные герои развивают интеллект. А самая эмоциональная новинка сезона – роботы, которые умеют плакать. Пока слеза у них получать совсем скупая, но разработчики заявили, что это только начало. В Токио показали фигуру белого медведя, которого не отличишь от настоящего. В 8 месяцев специалист по визуальным эффектам Юня Окабе и дизайнер Юа Такааши работали над этим проектом. Искусственный мишка весит 110 килограммов, а длина его тела составляет 270 сантиметров. Если его потрогать, то можно ощутить ребра, мускулы и подкожный жир. Для того, чтобы это произведение искусства максимально подходило на оригинал, художники несколько недель наблюдали за живыми медведями в зоопарке. Результат трудов был оценен по достоинству. В день презентации авторы получили несколько заказов на изготовление таких фигур. При этом цена одного медведя – 120 тысяч долларов или 37 миллионов тенге. А на одном из пляжей Вьетнама прошел международный фестиваль воздушных змеев. Более 100 участников из 10 стран привезли свои творения, чтобы заставить их танцевать в небе. Самому старшему конкурсанту 74 года он занимается изготовлением воздушных змеев с детства. Благодаря тому, что на фестиваль съехались профессионалы, шоу в небе получилось максимально зрелищным. Зрителям продемонстрировали даже синхронные танцы змеев. Но больше всего гости оценили копию рэпера Псай и его знаменитый Ганнам Стайл. 19 июня 2006 года в Казаларде был открыт бронзовый памятник Батыры Сырдаринской земли. Высота монумента – 5 метров. А еще в этот день, в 2010 году, в столице Казахстана состоялась презентация казахстанско-турецкого 12-серийного художественного телефильма «Астана. Любовь моя». Два года назад президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил главу нашего государства Нурсултана Назарбаева Орденом Дружбы Народов. Какие еще события произошли 19 июня, расскажут наши корреспонденты. В 1995 году в Пекине прошли Дни Абая. 20 лет назад был принят закон Республики Казахстан о государственной поддержке малого предпринимательства. 10 лет назад в Алматы открыла школа третьего поколения для пожилых людей. В 2007 году Семипалатинск был переименован с Семей. В 2010 году прошла церемония открытия памятника Абаю. Три года назад между правительствами Казахстана и Кореи был подписан договор о взаимной отмене визовых требований. Сегодня – Всемирный день неспешной прогулки. Его цель – напомнить всем о том, что жизнь прекрасна. Астрологи советуют посвятить сегодня время делам, требующим точности и кропотливости. А вот торопиться с решениями нежелательно. Еще больше полезной информации об этом дне вы узнаете из прогноза нашего нумеролога Айсулу Ахимовой. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня 19 июня 2017 года. Понедельник. Цифра дня по нумерологии – 26. А цвет дня, который неплохо добавить в аксессуары или в одежду – это все изумрудные оттенки. Сегодняшний день по праву можно было бы назвать день бизнес-идей и планирования. Все важные текущие траты и возможные инвестиции в будущем хорошо распланировать и обсудить. Правильный рациональный подход и аналитика лежат в основе этого дня. Ваше терпение наиболее необходимо сегодня. Займитесь спортом, уделив внимание также здоровью. Будьте осмотрительны с авантюрными предложениями, особенно в первой половине дня. В отношении здоровья берегите печень и желудочно-кишечный тракт. Сегодня хорошо начинать диеты и любые программы по очищению. Они будут эффективны, и вы добьетесь быстрого результата. Хорошего вам дня и продуктивного начала недели. В июне на наших столах появляются свежие ягоды, фрукты и овощи, которые выросли под солнцем, а не в парняках и теплицах. О пользе даров первого летнего месяца нам расскажет диетолог Анастасия Колпакова. Доброе утро, Настя. Очень рада вас видеть на студии, как всегда. Спасибо. Ну, будьте добры, расскажите, какие ягоды и фрукты самые полезные, сочные и сладкие в месяце, который называется июнь? Конечно, прежде всего нужно сказать, что наиболее полезны ягоды, фрукты, те, которые относятся к сезонным. К сезонным фруктам именно июня относятся абрикосы и яблоки. Абрикосы, конечно, тоже очень полезны, так же, как и яблоки. Это продукты диетические, потому что они приводят к набору веса и помогают, прежде всего, работе внутренних органов и работе кишечника. А к ягодам, которые относятся к сезонным именно для июня, это клубника, черешня и для некоторых регионов Казахстана красная смородина. А какие они содержат витамины, минералы, я не знаю, полезные свойства? В чем заключается ягод июньских? Например, если говорить более подробно о клубнике, то там очень много витамина С. По содержанию витамина С среди ягод клубника занимает второе место после черной смородины. Поэтому употребление именно клубники в июне как раз-таки это хорошая профилактика весеннего гиповитаминоза, к которому мы все склонны. О котором мы говорили, друзья. Да, как раз-таки говорили не так давно. Также в клубнике содержится солициловая кислота и благодаря этому компоненту клубника обладает жаропонижающим действием. Может быть, кто-то вспомнит, что в детстве мама всегда, когда поднималась температура, давала чай с клубничным вареньем, с малиновым. На самом деле это было оправдано. Также в клубнике содержится клетчатка, которая помогает работе внутренних органов, улучшает работу кишечника. И клубника обладает слабым мочегонным действием, поэтому она будет полезна для тех, кто страдает заболеваниями органов мочеводелительной системы. Сплошная польза. А почему мы так овощи стороной обошли? Какие овощи поспевают, полезные именно в июне? Наиболее частые сезонные овощи в июне – это кабачки, огурцы и цветная капуста. Овощи также богаты клетчаткой, которая, опять-таки, влияет на желудочно-кишечный тракт. Если говорить отдельно о цветной капусте, то это овощ, который будет полезен людям, которые имеют воспалительное заболевание на коже. При сиборийном дерматисе также будет очень полезно, так как в ее составе содержится селен, цинк. Ну, это те компоненты, которые благоприятно влияют на кожу и на волосы. Огурцы также очень полезны. Они обладают мочегонным действием, слабым, послабляющим действием. И также к сезонным еще овощам можно отнести всеми нами. Любимый, известный редис, который также применяется при кожных заболеваниях. Его в Древней Индии, например, использовали и как наружное средство, то есть на кожу, и внутрь. Я люблю редис, а ты? Я тоже очень люблю редис, и более того, нам хочется все-таки узнать. Вот раз есть редис, есть другие ягоды и овощи, вы как диетолог. Расскажите, пожалуйста, что же можно заготовить, что можно приготовить из того, о чем мы сейчас с вами говорим. Например, клубничка. Да, на самом деле, прежде чем думать о способе заготовки, нужно подумать, чтобы этот способ как раз-таки сохранил все полезные свойства того продукта. Вот какой же это способ? Моментальная заморозка. Да, на самом деле лучше всего замораживать те же овощи, фрукты или же засушивать. Засушивать ягоды, фрукты, делать сухофрукты самостоятельно. Ну, и самый простой способ, я думаю, что это все-таки заморозка. Но при этом заморозка в нашем обычном домашнем морозильнике, она подходит? Да, в принципе, подходит. То есть это все сохранит те самые полезные свойства. Здорово. Да. Настя, расскажите, пожалуйста, почему не стоит гоняться за теми ягодами, фруктами, овощами, которые еще не поспели? Ну, дело в том, что те ягоды и фрукты, которые вырастают в естественных условиях, они, естественно, полезны. Они более безопасны, так как производители не добавляют какие-то вспомогательные средства для их выращивания, нет каких-то химикатов, дополнительных удобрений. Ну, и, конечно, это экономическая составляющая, потому что сезонные овощи, фрукты, ягоды, они, конечно, более дешевле, потому что более доступны. Все. Понятно. Спасибо вам за ваши полезные советы, теплоту, доброту, красоту. На здоровье. Друзья, сладкие душистые ягоды легко заменят вашему ребеночку конфетки. И это будет гораздо полезнее. Сейчас самое время встретить наших балапанчиков. Повар. Повара. Повар. Повар. Бог. Повар. Повар. Люди делают фотографии, чтобы потом, чтобы они потом запоминают, что они делали. Чтобы повесить их и посмотреть, кто выиграл или кто-то проиграл. Но все равно, если кто проиграл, можно радоваться. Люди делают фотографии, чтобы показать своим друзьям. Чтобы всем показать. Чтобы потом увидели. Чтобы потом их отдавать кому-нибудь или вешать на картины. Чтобы помнить друг друга. Тем. Иероглиф. Иероглиф. Иероглиф – это китайские буквы. Не знаю. Иероглиф. Иероглиф «э». Не знаю. Родиной танцев с огнем считаются далекие и экзотические острова Тихого океана, в том числе Новая Зеландия и Гавайи. Однако нам не придется отправляться в круиз, чтобы увидеть это зрелище. Искрометное фаер-шоу вашему вниманию прямо сейчас. Огненное шоу Популярность не перестает быть актуальным, это шоу. Популярность всегда растет. Особенно когда наступает сезон, как сейчас, в летний период, когда все гуляют на свежем воздухе, мероприятие проводится под открытым небом. Самое распространенное горючее вещество на огненных шоу – керосин. Поэтому артисты в первую очередь должны соблюдать правила безопасности. А еще танцорам важно обладать идеальной координацией. Нарабатывается она далеко не сразу. Если человек с нуля пришел, допустим, ему нужно тренироваться в течение года, чтобы выйти работать с огнем. Желательно, чтобы он занимался танцем. В принципе, мы обучаем всему. Но это ускорит очень процесс, если человек уже будет подготовленный хореографически. Организаторы световых шоу одним огнем в своих представлениях не ограничиваются. Например, Алексей и Деляна на днях приобрели за рубежом костюм с пикселями. Говорят, успешность номера зависит не только от артистов. Нужно уметь создать правильный антураж. Мы инсталируем площадку огненными чашами, которые постоянно горят во время шоу. Смеси мы всевозможные используем. От очищенного рациона керосина, который чаще, до специальных смесей, которые не имеют запаха, сильно не дымят, которые можно использовать в помещении. Также во время представления танцоры используют огненные буквы, символы и надписи. А выдувание огня и пиротехника добавляют выступлениям еще большей зрелищности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 С этим, ну скажем так, временем Когда он появился, они могут реагировать на это Подобным образом Дим, ну неужели родители могут сразу сказать Что всё, стоп, вот с этим человеком тебе категорически дружить нельзя Как правильно объяснить? Может быть вообще стоит разобраться в друге? А как разобраться вот пошагово? Естественно, запретить, конечно, можно Многие родители это делают Но тут лучше, конечно, всего подойти более конкретно Почему? Потому что, может быть, дело вовсе Не в друге Если нету какого-то деструктивного, да, скажем так Направления В изменениях В изменениях, да, тогда нужно посмотреть А что происходит, почему я так реагирую, да И на что, собственно говоря, нужно обращать здесь внимание Я бы посоветовал бы родителям Познакомиться с другом, например, с подругой непосредственно Посмотреть на то, что, может быть, не хватает в семейных отношениях И почему ваш ребенок выбрал именно себе Такого друга подругу Потому что, как правило, дети Ну, в принципе, как и все люди Могут выбирать себе такого человека У которого есть часть, которую мы в семье подавляем Которую мы не разрешаем, чтобы она проявлялась Или мы ее критикуем Поэтому ребенок, как правило, не осознавая того Ищет себе такого человека Которая будет проявлять ту часть, которую нам запрещают Дома В кругу семьи, да А вот скажите, если, предположим, это такая неравная дружба Очевидно, предположим, из разных социальных слоев Дети, ну или что-то еще может вызвать тревогу родителей Как поступать в таком случае? Если это какое-то социальное неравенство То долго она, как правило, не продлится Потому что тот ребенок, который Ну, если говорить о финансах, например, может потратить 15 тысяч тенге за один день А другой тысячу тенге Ну, такая дружба долго вряд ли продлится Вот, исходя из этого контекста Можно также занять своего ребенка чем-то Отправить его в какое-то путешествие На какую-то базу отдыха Ну, скажем так, занять его время Тогда он может переключиться И со временем просто А если неравенство, то это вопрос темперамента Бывают же такие, ну, пай мальчики А тут друг бунтарь И вот как бы пай мальчик хочет следовать его примеру Ну, вот я об этом и говорил Что это, скорее всего, та часть, которая не разрешается дома проявляться Как-то она критикуется, подавляется и так далее Поэтому он будет искать себе такого друга И как бы компенсация будет Тогда дома еще чуть-чуть разрешить, может быть, раскрывать вот эти новые грани? В том числе и по большей части Хорошо бы, если бы родители проявляли также инициативу в общении со своими детьми Каких-то вот таких вот, ну, всяких разных штук, что связано с интересами подростков Ну, вот про то, что, как правило, в семьях не поднимается Это считается, ну, некорректным, потому что родители это такой авторитет Поэтому ребенок начинает узнавать это на стороне И поэтому лучше всего, если это скажет родитель, чем он будет учиться этому ребят, с которыми он общается Ну, если там что-то нехорошее, конечно, происходит Изменения в негативном плане, в характере, в поведении, в действиях А чего делать совсем нельзя? Вот в этот, особенно, пубертатный, да, период? Один умный человек Как его зовут? Михаил Пелехатый, он, кстати говоря, не психолог по образованию Он привел такой пример, он говорил, что вот, чтобы водить автомобиль, нам нужно разрешение Это водительское удостоверение, которое подтверждает это Чтобы охотнику хранить дома оружие, да, ему тоже нужно разрешение А вот, чтобы заводить детей, разрешение никому не нужно Их заводят кто угодно, сколько угодно И делают потом с ними все, что захотят Поэтому, чего нельзя делать, это нельзя быть только таким, знаете, надзирательно-карательным человеком В отношении своего ребенка И в то же время нельзя потакать любой прихоти Нужно стать другом для своего ребенка И тогда он будет делать всегда правильный выбор Вот это были очень ценные и важные советы Дмитри И в это утро от вас мы вас благодарим Легкой дружбой всем нашим деткам В новом сезоне зрители телеканала Хаббар увидят новый захватывающий сериал «Абзалжан» Проект обещает быть весьма увлекательным Ведь он поведает о буднях казахстанских докторов Все действия будут происходить в родильном отделении областной больницы Съемки сериала начались в Алматы еще в мае И по планам съемочной группы завершатся в конце июля Режиссер Серик Бол Утибергенов уверен Волнительные, а главное поучительные истории затронут сердца каждого казахстанца О таинстве О том чуде, которое даровано именно человечеству В плане материнства Понимаете? То есть оно дано И мы рассказываем об этом чуде В нашем сериале Но более доступными средствами И оно как бы более раскладывается по полочкам Соответственно И это такое как бы некое учебное пособие Для того, чтобы мать могла беречь себя Беречь свое потомство О том, как бы отец должен проводить заботу о своем чаде Новый проект Это адаптированная на казахский язык Версия нашумевшего российского сериала «Женский доктор» В каждом эпизоде новые герои и истории Тема материнства красной нитью проходит через весь сериал В нашем сериале Многие, посмотрев его, поймут Что есть выход Что есть, можно получить нормальную консультацию Многие не доверяют врачам, консультантам Хотя нужно, допустим, в начальный период пройти просто УЗИ Главный герой сериала – Абзал Смогулов Врач-акушер-гинеколог Он талантливый специалист, который любит свою работу В погоне за успехом Абзал столкнется с большой трагедией в семье После чего его жизнь кардинально поменяется Из-за чрезмерного желания помочь всем нуждающимся Он часто конфликтует с начальством Роль героя в «Белом халате» исполняет Кожемухан Калимбетов По словам актера, с главным персонажем сериала его объединяет многое Например, у него тоже есть медицинское образование Ну, есть похожие стороны Ну, вживаться особенно сильно не трудно для меня Почему? Потому что как бы я... У меня есть все-таки фельдшерское образование для меня Некие терминологии, да, для меня особо несложные были Потому что как бы я раньше учился И когда вот операцию-то проходим, да, некоторые вещи для меня все знакомо Ну, стараюсь как бы все это правдоподобно, чтобы было И даже чуть-чуть коллегам тоже бывало случаи Я им показываю, как правильно все это делается А вот от морала Дайрабаевой сложнее войти в образ своей героини Потому как она в жизни более веселая и общительная, нежели ее героиня Мой персонаж Дана Анатолия Генова Она заведующая родильным отделением Очень жесткая Настырная У нее нет семьи, нет детей Поэтому она очень требовательна И карьеристка, как я поняла Утром первая приходит и поздно, после всех поздно уходит На съемочной площадке работают специалисты-консультанты с медицинским образованием Поэтому зрители сериала «Абзал Жан» ждут интересные и правдоподобные сцены Проект будет состоять из 32 серий Его премьера назначена на осень А это значит, что в новом сезоне зрители телеканала Хабар Будут сопереживать с простым человеческим историям И каждый будний день ждать встречи с любимыми героями На свете немало людей, для кого байк, если не смысл жизни, то как минимум самая важная его часть И сегодня у всех любителей быстрой езды праздник, Международный день мотоциклистов Наши корреспонденты продолжат тему Владимир Родостовец вот уже 17 лет верен мотокроссу В этот экстремальный вид спорта он пришел в 21 год И теперь не представляет свою жизнь без гонок и двухколесного железного коня Мотоцикл для людей, которые пересталкиваются с ним Он кажется мощным, сумасшедшим, диким таким, буйным Но начав на нем ездить, понимать то, как он реагирует То, что с ним управлять можно и летать, можно прыгать Можно поворачивать очень быстро, можно очень быстро разгоняться и тормозить Вот это ощущение приходит в контроле И оно очень приятно Знает об этом и шестилетний Никита Гребенников Юный гонщик два года занимается мотоциклетным спортом И за это время стал чемпионом международных соревнований по мотокроссу Мне уже ничего не страшно на мотоцикле Хочу представлять Казахстан на мировом уровне мотоспорта Я люблю очень свой мотоцикл, это мой лучший друг Не противится дружбе Никиты и мотоцикла и его мама Анастасия Нестерова отдала сына в столь брутальный спорт, когда ему было три года Сегодня она понимает, как мотокросс полезен в развитии навыков для будущего мужчины По стопам старшего брата пошел и четырехлетний Платон Здесь ничего опасного, очень развивающий такой спорт Я видела просто детей, которые занимались тоже, начинали заниматься с раннего возраста И видела результат, то, как дети начинают относиться к этому, какие они серьезные Что у них совершенно по-другому развивается мозг и есть чувство страха И они понимают какую-то вот эту ответственность, развитие в технике Начинающим мотокроссменам в первую очередь нужно обзавестись экипировкой, которая обеспечит полную безопасность Это термобелье, специальные штаны, нарукавники, наколенники, обувь, мотоботы и защита груди В общей сложности, когда мы одеваем, у нас даже такая шутка ходит Когда ты уже полностью экипировался и готов к заезду, ты ощущаешь, как будто ты уже отъездил заезд Потому что достаточно сложно на себя все это загрузить Затем в конце вес где-то до 15 килограмм доходит, который мы одеваем Также защита груди очень важная, как раз сейчас я ее одену Она защищает нас от возможных камней, которые бывают порой на треках От кусков земли и от возможных таких попадений Конечно же маска, такие маски мы используем, когда мы ездим И шлем Ну и все, ready to race? Вот такое мотоспорт, закаляющий характер, развивающий физическую силу и выносливость Мирует Лизгалеева, Ильха Маюпов, Жанакуй Поздравляем всех с днем мотоциклиста! Вот и завершилась наша программа Друзья, пусть эта рабочая неделя будет плодотворной для вас А тем, кто в отпуске, счастливого и безмятежного отдыха Увидимся завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова